Здравствуйте! В эфире программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Сегодня в нашем выпуске. Первый раз в новом составе. Состоялось первое заседание Кабинета Министров Республики после ряда отставок и назначений. Обсуждали прожиточный минимум и другие вопросы. В эфире. Сегодня во всем мире отмечают День Радио. Мост через залив и другие фантазии молодых архитекторов. В Чувашском госуниверситете открылась выставка «Строем города». Сегодня временно исполняющий обязанности главы региона провел первое в своем ранге заседание Кабинета Министров. Олег Николаев, совмещающий должность председателя правительства, расставил приоритеты перед органами власти и профильными ведомствами. Одна из ключевых тем на повестке дня – реализация послания президента России. В республике подготовлен поэтапный план действий. Подробности у Дмитрия Ковалева. В правительстве республики немало новых лиц. У членов Кабмина, отметил Олег Николаев, времени для раскачки нет. Повышение благосостояния граждан среди ключевых задач, которые решаются за счет роста экономики. Чувашская республика принимает участие в 52 проектах. Это, конечно же, должно в итоге чувствоваться людьми в виде конкретных проектов и ощутимых результатов, которые они должны чувствовать. Это построены школы, построены дороги. Продолжается работа над бюджетом и программой ускоренного развития Чувашии. Параметры этого документа, временно исполняющий обязанности главы региона, обсудил с министром промышленности страны Денисом Мантуровым. В ближайших планах ведомство создать в республике национальный центр хибербезопасности в энергетике. Мы вчера еще договорились о том, что в ближайшее время республика получит дополнительные средства в более чем 1 миллиард рублей на решение приоритетных задач, которые стоят перед республикой. Очевидно, что решение этих масштабных задач зависит от консолидации усилий всех. Масштабные задачи, обозначенные в послании президента страны, в правительстве региона сформировали план действий на годы вперед. Мероприятие плана нацелено на решение социальных, экономических и технологических задач, качественные изменения в сфере образования, здравоохранения, развития культуры и спорта. Будет осуществляться поэтапное внедрение отраслевой системы оплат труда медицинских работников. В этом году в республике приступят к строительству 9 детских садов. А ко Дню Знаний в Чубоксарах и Козловском районе откроются новые школы. В сентябре для учеников начальных классов будет организовано бесплатное горячее питание. Это тоже поручение президента. В Чувашской республике выделяется из федерального бюджета 84,15% от всей суммы, которая требуется на обеспечение питания. Я думаю, это позволит как раз уравнять те возможности, которые есть у муниципальных образований Чувашской республики. Просьба взять под контроль. Ни в коем случае нельзя допустить того, что там, где это питание было, и вдруг оно сейчас пропало из-за того, что мы предполагаем с 1 сентября обеспечить это за счет федерального и республиканского бюджета. Еще одно поручение временно исполняющего обязанности главы региона – сохранение величины прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала. Цены реально в магазинах не дешевеют, а мы говорим, что прожиточный минимум устанавливается ниже, чем за прошлый квартал. Мне кажется, это выглядит достаточно странно. Принять поправки в законопроект Олег Николаев поручил в ближайшее время. Сохранение величины прожиточного минимума должно отразиться на уровне доходов жителей. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Сегодня же временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с членами общественной палаты республики. За круглым столом обсудили ряд вопросов, среди которых создание центра социальных проектов, грантовая поддержка НКО, реализация национальных проектов в Чувашии. Олег Николаев отметил, что за время своей работы региональная палата стала авторитетной площадкой, на которой реализуются значимые общественные инициативы. Подробнее в завтрашнем выпуске. Одно из крупнейших приборостроительных предприятий страны ЭЛАР отметило 50-летие. Продукты завода известны ведущим корпорациям страны в сфере авиационного, железнодорожного, автомобильного производства. На праздник пригласили партнеров предприятия. Это более 150 гостей со всей России. С какими показателями подошел завод к полувековому юбилею в нашем сюжете? Высокая точность на всех этапах производства, начиная от механического цеха до сбора готовых плат. За последние 10 лет на заводе в техническое перевооружение вложили миллиард 300 миллионов рублей. При этом предприятие все очень гармонично. Очень высококвалифицированный персонал, очень хорошая технологическая база. Поэтому обновление, оно проходит практически непрерывно. Продукция «Элары» хорошо известна авиастроителям. Сотрудничество компании «Сухой» с заводом началось как раз полвека назад. И по сей день чебоксарским приборостроителям доверяют самые сложные задачи. «Элара» сейчас системой КСУ, коммерческой системой управления самолетом, присутствует на новейшем истребителе пятого поколения у нас, это Су-57. Еще одно стратегическое направление для «Элары» – сотрудничество с РЖД. Сейчас 40% продукции, произвезенной на чебоксарском заводе, отправляется в структуры российских железных дорог. Наиболее показательный пример – это система управления движением поездов на Московском центральном кольце. Сейчас телевидение показывает, ласточки по кольцу, вся система управления, железнодорожные автоматики, перегонные системы, они изготавливались здесь. Сейчас активно идет поставка на Байкал-Амурского магистрали, Странсибирского магистрали, Сибирь и Дальний Восток. Это все оборудование «Элары». В перспективе Крым, Крымский мост. Несколько лет назад завод начал осваивать еще одно направление – производство оборудования для теплоэнергетики. В ближайшие пять лет здесь ждут серьезного роста продаж. Об этом генеральный директор «Элары» Андрей Углов рассказал заместителю министра промышленности и торговли России. Михаил Иванов побывал на предприятии с официальным визитом. Создали программно-технический комплекс «Ура». Он автоматизирует технологию выработки электрической тепловой энергии на ТЭЦ. Сейчас с силовыми машинами у нас в стадии реализации находится контракт по поставке этих систем управления для Сатаринской станции. Генеральный директор завода всегда подчеркивает – главная ценность предприятия – люди. Поэтому на торжественный вечер пригласили всех работников и даже ветеранов производства. А это более четырех тысяч человек. Награды из рук высоких гостей получили те, кто много лет посвятил заводу, кто вложил в развитие предприятия силы и энергию. Медали «Трудовая доблесть» удостоился и Виктор Константинов – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры. На заводе он трудится почти 40 лет. У меня тут сын работает. Еще бы дождаться, чтобы внук тоже увидит его в белом халате здесь. Пятидесятилетие Лары – праздник не только одного завода, но и всей Чувашии, отметил в своем выступлении в Рио главы республики Олег Николаев. Именно такие высокотехнологичные предприятия работают на имидж всего региона. У выставки, о которой пойдет речь в следующем сюжете, говорящие название «Строим города, строим свое будущее». Сегодня и завтра в работах студентов и выпускников строительного факультета ЧГУ выглядят весьма убедительно и привлекательно. Что нам стоит дом построить? Так думают студенты, пока не вникнут в особенности своей будущей профессии. Оказывается, все не так просто. Математические расчеты, знания свойств строительных материалов, владение азами компьютерной графики и полет фантазии. Тогда появляются вот такие проекты. Одни из них хоть сейчас можно воплощать в жизнь. У нас большая крупная деятельность сейчас ведется по созданию благоустройства двора в новом городе. Мы должны будем придумывать какие-либо площадки, обустройства для детей, для взрослых, для подростков, чтобы людям было хорошо, приятно, удобно там жить. Молодежь дала волю своей фантазии, и некоторые экспонаты выглядят уж очень футуристично. У проекта моста «Через залив» около театра оперы и балета своя история. С ним жители столицы республики уже знакомили. А вот мост «Океанариум», соединяющий берега, это что-то новое. Мне очень нравится, что студенты в своих проектах используют территорию города Чуваксак. То есть все эти проекты, почти все, привязаны к городу. И для меня вот эти работы являются испытательным полигоном, площадкой, где можно какие-либо идеи, какие-либо градостроительные задачи попробовать. Возможности искусства строить в наш век велики. Современные технологии позволяют творить чудеса. Так появляются города с особым запоминающимся обликом. Чебаксары в их числе. Александр Солоев, Андрей Спиридонов, Республика. Более 60 команд добровольцев действуют сегодня при школах столицы. А это около 3000 ребят. В юбилейный год тимуровцы проводят акцию «75 славных дел ко Дню Победы». Ученики 48-й Чебаксатской школы навестили капитана 2-го ранга в отставке Юрия Брудина. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Мечтал о небе, а стал моряком-подводником. За 25 лет он так полюбил глубины Атлантики, что о флотских традициях, о том, как устроена подводка, может рассказывать часами. Рассказ ветерана вызвал живой отклик у гостей. А девушек берут? Нет, их сейчас не готовят. Это точно я знаю, сто процентов нет. Его детство выпало на сложные годы Великой Отечественной войны. Именно тогда он сделал решающий выбор. В Китае были. Папа у меня железный рогистер был. Там война-то была. В нашем доме, где мы жили, в Красноармейце, это же Красноармейцы, капитан был, жил лейтенант и еще два солдата. И вот мы говорили, вот оттуда все, буду офицером, буду военным. Потом учеба, переезд, затем снова учеба. Вот экзамены сдаю. Кстати, по свету многому факту я попал. На шпоре попался. Характер, воля, мужество стали верными спутниками. Дослужился до капитана второго ранга. А самое долгое плавание по времени было? Понял. Отвечаю сразу. Автономное плавание не зря существует. 60-80 суток. Люди не выдержат. Но ты же ведь в постоянном напряжении живешь. То ли на реакторе, то ли оружие, там, баллистические ракеты и так далее. Мундиру, что на плечах, более 50 лет. И он отлично сохранился. Правда, звание теперь выше. Да и наград прибавилось. Юрий Валентинович не только интересный собеседник, но и сам активно интересуется всем, что происходит в стране и в мире. Расширяет кругозор. Вот это год и шесть месяцев я собирал. Это год и пять. Но это, понимаете, это победа же. Вот видите, все это я сам своими руками. Конструированием он увлекся недавно. Мечтает собрать еще и парусник. А вот портрет известного музыканта. Он нарисовал еще в 1972 году. В планах получить водительские права. В его-то неполные 81. Он активно участвует в наших школьных мероприятиях. Приходит на беседы с ребятами. Приходит в качестве жюри к нам в школу. Ну и мы, с ответным словом, конечно, к нему тоже приходим, навещаем его. Мы принесли ему продукты немного. Также мы принесли газеты, журналы, кроссворды. А он рассказал нам много интересных историй с детства, с того, как он стал военным. Беседа с капитаном получилась теплой и захватывающе интересной. Хороший наглядный урок патриотизма и активной жизненной позиции. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, «Республика». Столичный конкурс юноармейских отделений «Зарница» – смотр военно-спортивной подготовки школьников. В нем участвовали 12 команд о силе, духе и воле к победе. Рифат Фаткулин. Смирно, торжественным маршем! С прямым шагом! Марш! Синхронность движений – чеканный шаг. Звучащие команды – сигнал к перестроению. Колонна, как единый организм, подчиняется только командиру. Строевая подготовка – одно из заданий смотр-конкурса. Лишний шаг – нарушение координации движения. И заветные баллы беспощадно снижаются. Мы готовились каждый день к этому выступлению. Отрабатывали строевый шаг команды, правильное выполнение. На правильную отмашку рук, на правильный натянутый носок. Я хочу поступить в летное военное училище Ульяновское. Вот, вырасту стану летчиком, надеюсь. Сборка-разборка автомата Калашникова на скорость. Екатерина нуждена отточенными движениями, отстегивает магазин, снимает затворную раму и делает холостой выстрел. Главное не просто уложиться в нормативы, а сделать это быстрее, чем соперники. Ее результат – 25 секунд. Это просто ловкость и тренировка. Просто вера в себя, что я смогу. В некоторых школах одна коробка, а здесь другая. И разная сложность. Иногда бывает дело в пенале или в шомполе. Для Кирилла Шантенкова военизированная эстафета оказалась непростым заданием. Но он справился с ним. Осознание, ради чего это делается, придает силы. Он должен быть, во-первых, смелым, должен быть честным, открытым. Он должен помогать людям, он должен уважать старших, это во-первых. Должен знать культуру, манеру, вести себя уметь должен. Смотр конкурса юно-армейских отделений «Зарница» проходит пятый год подряд. Татриотизм – это в большом понимании, это ведь любовь к родине, к семейному очагу. Но его надо защищать, поэтому это очень важно. Каждый наш в недру хочет оторвать кусочек от России. Мы не должны этого допустить, поэтому эта работа по подготовке защитников очень важна. Интеллектуальные конкурсы тоже в перечне заданий. Ребята достойно прошли все этапы. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика. Доктору искусствоведения, академику Алексею Трофимову, исполнилось 85 лет. Его книги, монографии, сборники посвящены изучению культурного наследия чувашского народа. Выдающийся ученый-искусствовед, признанный эксперт, неустанный исследователь исторического наследия чувашей. Профессор Алексей Александрович Трофимов внес огромный вклад не только в чувашское, но и в мировое искусство. О его многогранном таланте, как исследователя, историка, языковеда, говорили на научной сессии, прошедшей в Чувашском государственном институте гуманитарных наук. Уроженец Татарстана он начинал учителем черчения и рисования, а затем прошел путь от младшего научного сотрудника до директора гуманитарного института. И еще в годы учительствования Алексей Трофимов начал собирать чувашские вышивки и изучать особенности орнамента. Позже его интересы расширились. Возрождение рунической письменности, выявление связей между чувашскими и болгарскими культовыми скульптурами, изучение народных промыслов. Невозможно перечислить все, чем занимался исследователь, но планов на будущее и еще больше. Я человек того века. После военного времени я много трудился, много работал. Я люблю наш ту Россию, то есть Советский Союз имеется в виду. Я люблю и сегодняшний день. Наше правительство хочется жить и жить и жить. Я работаю сегодня, как ни странно, совершенно новой темой. У меня все темы, значит, они новые. А сегодня я работаю над морфологией чувашской искусства. Получше, не получше, не знаю, попробую морфологию. Жизнь, посвященная науке. Так называется фотодокументальная выставка, открывшаяся в музее чувашской вышивки. Алексею Александровичу удается найти такие истоки, такие материалы и идеи, которые выводят далеко за пределы только одного искусства видения и только одного чувашства народа. Друг, наставник, учитель в жизни многих, он сыграл значительную роль. Если говорить о его педагогических принципах, они не похожи ни на что. Это человек, который дает тебе очень много свободы в твоем творчестве, в твоих научных изысканиях, но при этом он всегда оставляет для тебя ориентиры. И сейчас в гуманитарном институте мы готовим издание, посвященное профессиональной деятельности Алексея Александровича. И знаете, сложность заключается в том, что за свою жизнь им создано такое огромное количество публикаций, статей, книг, монографий, и все это нужно собрать, проанализировать. Но мы это сделаем, потому что он этого заслуживает. На выставке представлены документы, книги, фотографии и другие материалы из личного архива ученого. Они значимы не только для него, но и для всей чувашской науки. Мы старались охватить все периоды его жизни, это и экспедиции, когда он работал. Ну и сейчас он работает в Институте гуманитарных наук. Много раз побывал в экспедициях и в Самарской области, в Саратовской, и в Куйбышевской области тоже бывал, собирал материал для своих научных работ. И он еще является у нас автором некоторых памятников, которые у нас установлены и в Чебоксарах, и на его родине в селях Субаева. Он был научным консультантом монумента матери, является автором памятника Бичурино, который как раз установлен у здания Чувашского государственного института гуманитарных наук. Благодаря таким сподвижникам от науки и сохраняется для потомков многообразное культурное наследие. Валерия Друженец, Игорь Зверев, Валерий Резюков, Республика. В ночь в Боксарске состоялся финал межрегионального конкурса школьных газет «Школа пресс». Издательский дом «Грани» проводит его уже 14 лет. О чем пишут юные журналисты и кто делает это лучше всех в репортаже Марии Шоклевой. Написать статью в газету «Лига» могут не только ученики 18-го лицея города Новочебоксарск, но и их учителя и даже родители. Например, недавно был эксперимент такой. Мы проводили статистику, сколько людей в нашей школе ходят в наушниках. Победить в номинации «Лучшая школьная газета» – это очень почетно. Но юнкоры понимают, им еще есть над чем работать. Можно добавить разнообразие разных комиксов, на разных мастер-классах. Я много для себя подчеркнула и поняла, что главное, что человек видит и осознает, он это делает глазами. Поэтому главное – это стиль и вид нашей газеты. Мастер-классы на конкурсе «Школа пресс» традиционно проводят известные эксперты медиаотрасли Чувашии. На площадке национального телевидения Чувашии ребята развивали креативное мышление. И тут в кабинет вошли почетные гости. Сейчас на мастер-классе говорили о развитии креативного и необычного мышления и отгадывали, что художник зарисовал. Говорили, что это кнопка, мишень, а вы что видите? Мишень, пожалуйста. Это лукавка. Вид сверху науточку. Видите, как много вариантов и как много у нас разных мнений, потому что у всех мозг работает по-разному. Это шляпы, вид сверху. Да, здорово. А вообще, когда художник создавал эту картинку, он нарисовал так снеговика. Задать вопрос министру и руководителям Новочебоксарска – уникальная возможность, которую юные журналисты тут же воспользовались. А о чем была ваша первая статья? Это были стихи. Сейчас школьники пишут об экологии, здоровом образе жизни, экзаменах. Например, покупать ли ответы на ЕГЭ. Статья об этом есть в газете «Пять вопросов». Ее каждый месяц вывешивают на информационных стендах во всех чебоксарских школах. А что может заинтересовать зрителя, как не «Вопросы»? Мы как раз-таки в своей газете отвечаем на «Пять вопросов», и наша газета называется «Пять вопросов». И вопросы сразу привлекают твое внимание. Ты думаешь, почему такое странное название? Ученики медиа-центра «Куча Мала» заняли второе место в номинации «Профессионалы». Ее придумали в этом году специально для ребят, которые занимаются журналистикой в профессиональных студиях. О других победителях конкурса мы тоже расскажем в эфире, ведь в качестве приза они получили возможность стать героями сюжетов на национальном телевидении «Чувашие». Мария Шоклева, Игорь Зверев, «Республика». Сегодня Международный день радио. Мы поздравляем наших коллег и немного завидуем, ведь дат в календаре, когда чествуют радиовещатели, больше, чем дней телевидения. Неудивительно, ведь радио старше. Ведущий радио эфира. Кажется, нет работы проще. Сиди себе в студии и наговаривай микрофон. Но это далеко не так, уверяют мастера слова. Ведь говорить нужно осмысленно, быть эрудированным во многих направлениях и уметь принимать быстрые решения, если в эфире какой-то сбой. А еще уметь не только вовремя, но и удачно пошутить. Другими словами, нужно быть всегда позитивным и креативным. Только так можно удержать внимание слушателей. Наши коллеги с национального радио и Тыван радио стремятся к этому. Станции вещают на территории всей страны, давая возможность уроженцам Чувашии, находящимся в других регионах, стать немного ближе к дому, прослушивая близкие сердцу программы и музыку. Приятно понимать, что сегодняшний день имеет статус международного праздника. Вдвойне приятно иметь к нему отношения. Поздравляем всех деятелей радио, всех, кто создает радиное пространство, наполняет его новыми какими-то интересными проектами и вещает своим форматом на разных частотах. Желаем всем ярких эфиров и новых идей. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика. Это все новости к этому часу. До свидания.